Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня вот зашла в теплицу, чтобы показать, как я дополнительно решила утеплить стены боковые. Почему я это сделала? Никогда мы не делали дополнительного здесь покрытия какого-то. Но в этом году, когда вчера мы увидели, что все у нас завалено снегом, и я поняла, что еще не скоро будет тепло, но дело в том, что земля здесь давно прогрета, она давно готова к высадке. Тут очень жарко в теплице, все знают, что в солнечные дни здесь поднимается температура очень высоко. Но вот борта по краям, где наружу лежит еще снег, очень холодно. Я долго думала, что бы сделать, как вот, чтобы высадить, и вот с этих краев не было сильно холодно. Вчера я уже показывала, я купила вот эту воздушно-пузырьковую пленку. Сейчас покажу вам там остаток, у меня еще остался. А на пленку вот эта лучше простой обыкновенного целлофана тем, что у них вот эти вот пузырьки, они все отдельно герметично запакованы. Ну, вы все видели, наверное, для упаковок она применяется. И там получается, как воздушные подушечки. Этот воздух, который нагревается в течение дня в этой маленькой камере, он сразу не остывает и в течение ночи предохраняет, как ее используют для терморегуляции. Нет такого большого перепада температур, как просто при поликарбонате. Нагреются вот эти пузырьки теплым воздухом. И в течение ночи они постепенно остывают и не дают, ну, поняли вы, не дают морозу сразу сюда пробираться. И еще, вот между поликарбонатом и вот этой воздушно-пузырьковой пленки, еще там слой сантиметров 5, ну, воздух. Еще это отдельно дополнительная воздушная подушка. Я долго думала, как ее прикрепить, ни разу это не делала. И не знала, как закрепить. Сейчас покажу вам, как я закрепила, может быть, вам это поможет. Внизу еще дополнительно, там есть вот доска лежит, видите, плаха. Доска под доску, мы с мужем растянули под доску, подогнули. И получилось, что вот в самом низу, где самый-самый-самый холод, где идет мороз от той земли наружной, которая иногда даже подмерзшая, получается, что здесь у нас слой поликарбоната, потом идет доска, потом воздушно-пузырьковая пленка. Я думаю, этого будет достаточно. Вот сегодня буду уже высаживать. Выдержит или нет растение, я вам потом покажу. Но я высаживаю вынужденно, потому что у меня уже они разрастаются, ставить их некуда. И если вот с этой первой партией, например, что-то случится, у меня всегда есть на замен. Но я думаю, что вот эта воздушно-пузырьковая пленка, я все характеристики о ней прочитала, все узнала. Мне кажется, что она нам поможет. Вот вверху просто щепочками, в щель между поликарбонатом и каркасом, вот так вот из щепочки от ящика воткнули. Она держится очень хорошо, в натяг. Вот вы видите, она как ровная такая. И зайдя сегодня в теплицу, даже утром, хотя у нас было минус 2 ночью, без всяких обогревателей, без всякого подогрева, я почувствовала, сразу чувствуешь, заходишь в теплицу, или живой здесь климат, или нет, что не хочется заходить. Здесь так мягко, комфортно, тепло. И не жарко, и не холодно. Это самая хорошая, оптимальная температура для растений. Сегодня я буду высаживать сюда перцы на подращивание, потом в дальнейшем буду высаживать томатики. Все вам покажу. Вот это видео про то, как я дополнительно утеплила свою теплицу, потому что очень жесткая нынче весна, плохие погодные условия. До свидания.